Привет! Сегодня начнем настраивать вьюсы, созданные на прошлом занятии. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Начнем настройку вьюсов с установки фильтров. Фильтры — это отличный способ скрыть записи, если они вам не нужны для выполнения текущей задачи или мешают выполнить анализ. При этом не нужно удалять какую-либо информацию на случай, если она понадобится вам позже. Начнем! Одна из основных функций вьюсов, наряду с разграничением рабочих зон при одновременной работе с данными большого количества людей, это возможность фильтровать записи по определенным критериям. Начнем с вьюса Маша для работы с новичками. Проанализируем нашу таблицу. Какой атрибут определяет, новичок это или подопечный? Статус. Если подопечный новый, статуса у него нет, он пока не взят в работу. Для того, чтобы создать выборку именно с новичками, нужно установить в фильтр именно такое логическое значение. Статус пустой. Для этого в машином вьюсе нажмем на кнопку фильтр в панели инструментов и установим условия для фильтрации. Для этого нажимаем add condition, выбираем атрибут, по которому будем фильтровать, статус, затем выбираем оператор, в нашем случае и сэмпти. Считается такое выражение, как оставим вьюсе только те записи, где статус не заполнен. Щелкаем по любой части экрана. Кнопка фильтр изменилась, она окрасилась в зеленый. А еще она подсказывает нам, что записи отфильтрованы по статусу. Также столбец статуса крашен зеленым, сигналя, что по нему происходит фильтрация во вьюсе. Когда запись фильтруется, она не удаляется из таблицы, она только скрывается из конкретного вьюса, который вы используете для работы. При этом фильтр не может статично запечатлеть вьюс. Так что следует помнить, что если в таблице появятся новые записи без статуса, они добавятся в этот вьюс. А когда Маша проставит подопечному статус «Приглашен на интервью», он уплывет из этого вьюса, потому что перестанет удовлетворять условию «Ве статус» и «Сэмпти». Но мы сможем найти его во вьюсе, где такого фильтра нет. Мы настроили фильтр для Машиного вьюса, а теперь перейдем во вьюс Наташи. Она хочет знать, какие наши подопечные занимаются стьютором, то есть посещают наш учебный центр, и в какие дни, чтобы изменить их время посещения, если в какие-то из дней их слишком много. Итак, для этого нам нужно настроить два фильтра. Во-первых, отобрать тех, кто занимается, а во-вторых, тех, кто занимается в учебном центре, а не на дому. Первый фильтр мы выстроим на чекбокс «Участвует в образовательной программе». Сделаем это следующим образом. Нажмем на название поля правой кнопкой мыши. В контекстном меню выбираем фильтр «Buy with Field». Открывается знакомое нам окно с предзаполненным значением атрибута. Для атрибутов типа чекбокс доступен только один оператор «Из». Проставляем галочку. Во UFC остались только те, кто состоит в нашей учебной программе. Теперь добавим еще одно условие. Рядом с новым условием появился таинственное «Энт». Это оператор, который связывает условия между собой. Помимо «Энт» есть оператор «О». Это стандартные логические условия «И» и «Или». Добавим атрибут «Где занимается». И установим оператор «Из». А потом выберем значение для сравнения. Нам нужно выбрать в учебном центре. Итак, в чем разница между операторами «И» и «Или». Если установлен оператор «И», то в UFC будут отображаться только записи, удовлетворяющие двум условиям сразу. А если выбрать «Или», то в UFC будут отображаться записи, удовлетворяющие хотя бы одному из условий. Наш случай «И». Мы должны видеть тех, кто состоит в учебной программе и при этом занимается в учебном центре. Итак, мы создали два вьюса. Пока остановимся на этом и рассмотрим фильтры подробнее в тренировочном вьюсе. Создадим его. А теперь рассмотрим условия фильтрации подробнее. Как мы уже с вами обсудили ранее, любое условие состоит из атрибута. Он выбирается из всех полей таблицы. Значение, с которым мы будем сравнивать атрибут. И оператора. Для каждого типа атрибутов предлагается свой набор операторов. Поле фиот текстовое, поэтому для него предлагаются операторы, доступные для текстовых полей. Содержит, не содержит, равно, не равно, пустое или не пустое. В чем отличие содержит от равно? Если мы введем Иван и установим оператор «содержит», то в вьюсе будут отображаться Иваны, Иванович и Ивановы. Если же мы установим оператор «равно», то в вьюсе будут отображаться только поля, значение которых строго равно Иван. Далее числовые поля. Рассмотрим на примере поле «возраст». Для числовых полей доступны стандартные математические операторы. Думаю, их значение вы помните еще по школьной программе. Так мы можем, например, отобрать несовершеннолетних студентов. Установим фильтр «возраст меньше 18». В вьюсе останутся только дети. Еще больше операторов предлагается для полей формата «дата». Тут предусмотрены сразу два оператора. Во-первых, оператор «равенство-неравенство» по аналогии с числовыми полями, но с поправкой на дату. «Равно-неравно», «позже-раньше», «раньше или в», «позже или в», «пустое или не пустое». А во-вторых, само значение, с которым мы сравниваем, также является оператором. Тут у нас набор интересных полей «сегодня», «завтра», «вчера», «прошлые и будущие недели», «прошлые и грядущие месяц», «количество дней до и после», а также точная дата. Точная дата выбирается из календаря или заполняется с клавиатуры. А вот все остальные операторы обновляют вьюс динамически. То есть, если мы выбираем «сегодня», то в полночь сегодня станет «вчера». То есть, если сегодня 15 октября, то в полночь сегодня уже станет 16 октября. И так далее. Если мы ведем таблицу с мероприятиями, то очень удобно установить только грядущий месяц. Тогда прошедшие мероприятия будут убегать из вьюса, а предстоящие появляться во вьюсе, как только до них остается 30 дней. Поле выбора мы рассмотрели на примере настройки вьюсов для Маши и Наташи. Для Маши мы выбирали оператор «пусто», но также можно выбрать одно или несколько значений или даже исключить значения. Также посмотрим фильтры по вложениям на примере поля «фото». Для полей типа вложения есть возможность фильтровать по названию и по типу вложений. Вот, пожалуй, все операторы, которые важно рассмотреть в контексте типов полей. Для остальных полей операторы аналогичны. Последнее, что хотелось бы сказать про фильтры, это возможности группировки. Мы можем использовать не просто связку «и» и «или», но и группы связок. Например, можно создать цепочку условий для кейса, когда мы хотим отобрать всех новых друзей нашего фонда, то есть тех, кто сотрудничает с нами меньше месяца, но при этом уже работает с тьютером или посещает кружки. Для этого мы устанавливаем условие, что точная дата начала сотрудничества меньше месяца. Подопечный посещает тьютера и посещает кружки. Далее создаем новую группу, в нее помещаем два последних условия и связываем их оператором «или». Получили логическое выражение «посещает кружки» или «посещает тьютера» и при этом сотрудничает с нами меньше месяца. Красота! На этом предлагаю закончить знакомство с фильтрами. Они дают нам массу возможностей для оперирования вьюсами. Собственно, на мой вкус, вся соль работы с вьюсами в фильтрах. Теперь мы еще больше улучшим наши вьюсы, добавив в них группировку и сортировку. Переставим поля в удобном порядке и закрепим необходимые. А лишние для наших задач скроем. До встречи на следующем уроке! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...